Что такое хадис? Или какая разница между сунной и хадисом? То есть сунна это путь пророка Мухаммада Это все, что пришло до нас от пророка Мухаммада из его слов из его действия или из его удовольствия Из его слов, например, пророк Мухаммад сказал дела расценятся под намерением Или посланник Аллаха саллаллаху алейсалям хадис Ислам опирается на пяти столпах и потом разъясняется эти столпы Это сунна кавлия, то, что пророк Мухаммад сказал своими словами Или его действиями Например, Аллах во многих аятах приказывает нам читайте намаз, правильно? А как читать намаз? Сколько ракеатов? Как делать сужу? Как делать руку? Ни одного аята нету Пророк Мухаммад саллаллаху алейсалям Пророк саллаллаху алейсалям объясняет, разъясняет своими действиями говорит, читайте намаз так, как видели меня молящимся. Или, например, Аллах в Коране говорит, Аллах приказывает совершать хадж. У кого есть возможность физическая и материальная? А как совершать хадж? Как делать таваф? Как кидать камушки? Как в мини нужно ночевать? На Арафате нужно идти? Ни одного аята нет. Не сказано, как делать хадж. Пророк Мухаммад, салаллаху своими действиями показывал и сказал, берите от меня ваши обряды хаджа. Это фи'ль, посланник Аллаха. Потом тагрир. Тагрир, то, что пророк Мухаммад, салаллаху не делал, но не запрещал. Например, пророк Мухаммад, салаллаху не кушал мясо варана, но однако, когда сахабы кушали, он не запрещал. То есть это его было согласие. Я не люблю, как человек, он не любил это мясо, но не запрещал. Это халай, кушайте, я не хочу. Или, например, посланник Аллаха, салаллаху алейхим салам, сказал, когда они шли в сторону Бану Курайда, знаете, то, что в Медине жили иудейские кланы Бану Кайнукаа, Бану Надыр, Бану Курайда, когда наступила вакт Аль-Аср, наступила Аср-намаз, посланник Аллаха, салаллаху алейхим салам, сказал, сахаба, ла юсалли ахаддикум Асара, илля фи Бани Курайда. Пусть никто не читает Аср до с тех пор, пока мы не дойдем до Бани Курайда. Некоторые сахабы прочитали в Бану Курайда, некоторые увидели, что время зашло, и прочитали там. И посланник Аллаха, салаллаху алейхим салам, им ничего не сказал, им ничего. То есть им был доволен, им был. Это токрир. Это таариф или фукха, ученый, который занимается в области фикха. Такое у них объяснение, определение, что такое сунна, что такое сунна, посланник Аллаха, салаллаху алейхим салам. Мухаддисы, те, кто занимается в области хадисы, они еще добавляют, то, что пришло из нравственности посланника Аллаха, из гылка, или из его внешних качеств. То есть, почему они добавили, в чем разница между мухаддисами и фукха? Факихи разбирают вопросы халал, то есть ахкам шария, халал, харам, мандуб, мустахаб, мубах, то есть, дозволено, запрещено и так далее. Если человек, Аллах, субхану а та Аля, например, посланник Аллаха был такого роста, но ты не такого роста, не значит то, что ты совершаешь какое-то действие противоречия шариату. Аллах тебя так сотворил. Или, например, у тебя не может быть такой хляк, как у посланника Аллаха. Потому что Аллах, субхану а та Аля, сам его похвалил в Куране и сказал, поистине ты на великем нраве. Когда спросили супругу Айша, рада Аллаху, айнха, ума кана хулуку Наби, саллаху алейхам а салям, фаажабет, она кана хулукуху, ал-Куран. Когда спросили Айша, рада Аллаху, айнха, какой был ахляк, гылк, нравственность посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, она ответила, что его нравственность был Куран. Поэтому мухаддисы, они все охватывают. Жизнь описания, какой цвет и кожа была у посланника Аллаха, саллаху алейхи салям, асхабу сира, ал-мухаддисин. А фукха, ученые в области фикха, они занимаются вопросом халяля, харама, недозволенности, нежелательности и так далее.